Ты приходишь ко мне без уважения, ты даже не называешь меня холодной сосулиной и требуешь моей дружбы. Прекрасным женщинам и даже бабушкам. Да, всё вот настолько бесчувственно и жестоко в этом мире смертельной битвы. Давайте на счёт три. Раз, два, три. Вручаюсь за ваше здоровье и бабушек, чтобы вы ими так не раскидывались. И поехали, остудим пыл всех, кто слишком горяч у нас сегодня. Глава третья Саб-Зира. Ага, так это Саб-Зира Саб-Зира в смысле. Не тот, вроде, да? Глава какой-то, да? Кланы ихнего? Передавая линия обороны отступила по вашему приказу. Есть подтверждение четверо посторонних. Пора развлечь наших гостей. Ого, какой серьёзный бородатый парень. Это если Пкана был Саб-Зира, то он выглядел бы вот как этот парень. Так, я на позиции. Ты дзынь на ту сторону. Пошли. Готовы? Типа незаметные такие. Сейчас напа... Чёрт возьми, цынь! Ты! Мне надо... Вас сюда не приглашали. Назовите цель своего визита. Великий мастер, вы должны пойти с нами. Я сержант. Всё, она мент! Пацаны облава! Держи их! Прячь наркоту! Ты требуешь моей поддержки. Но ты отрезана. Окружена. Что ты можешь сделать? Мой отец всегда относился к вам с уважением. С Саб-Зира он хочет поговорить. Поговорить? Это он умеет лучше всего. Окей. Ладно. Придётся помахать кулаками. Пошли! Погоди! Знаете, ты приходишь ко мне без уважения. Ты даже не называешь меня холодной сосулиной и требуешь моей дружбы. Ты командир этого отряда, но они не слушают тебя. Как бы поступила твоя мать? Перестала бы терять время и тебя бы вразумило. Короче, на самом деле, друзья, достаточно забавно. Саб-Зира это крёстный отец Mortal Kombat, то есть внешнего мира. Он себя ведёт, по крайней мере, абсолютно так же. Ты приходишь ко мне без уважения и не называешь меня самой холодной сосулиной этого мира. И при этом требуешь какой-то дружбы. Типа, как ты можешь? Забавно получилось. Ну, смотрите, он такой серьёзный мужик. И интересно, почему же он... Они же, может быть, как дружат, да? Почему, интересно, он не... Ну, как бы, не принял их как надо? То есть он такой принципиальный мужик или он решил им изменить? Решил показать вам X-Ray даже на малом количестве ХП. Вдруг бы потом не выдалось. И... Вау! Слишком он у него прямо жестокий. Мы почти в сухую. Кесси Кейдж, то есть дочку Джонни Кейджа и Сони, мы с вами просто научили уму-разуму... О-о-о, нифига... О-о-о, она решила ответить. Папаша-то дерётся... Получше. Может быть, ей стоит взять пару приёмов от папы. Например, удар в пах. Судя по отцу, это рабочая штуковина. О-о-о-о. Смотрите, она решила... Она решила даже немного... Ничего себе! Она даже решила немного подраться. А чё ты стояла-то первый раз? О-о-о, брокернула. А какой был бы отличный комбо? Блин, я хотел её заморозить и... Какая она пафосная. Просто посмотрите на неё. Понты! Сплошные понты! А на деле нифига! Ты прям как папаша, только и говорить умеешь, как сказал крёстный отец Mortal Kombat'а. Ну-ка! Опа! Да, отлично! Давай с ноги тебе! Ой-ё-ё, не то! Ой-ё-ёй, прости! Не то! Не то было! Стой, дай мне заново попробовать! Погоди, я попробую! Помните, как... Как в детстве? Есть! Всё-таки долбанули! О, отличная комбуха! И апперкотом! Всё! Типа это были не мы, короче! Отлично! Тебе больше от матери, чем ты думаешь! А это будет нашим следующим противником! Смотри, как он... Как он красиво махается, да? Твои способности должны были помочь тебе убедить мои намерения! Так как Аши Токеда! Уверен, Кенши обучил тебя этим приемом! Отец многому меня научил, великий мастер! Посмотрим! А, ну он типа тестирует цыпляков! Я понял! И, кстати говоря, это вообще по фэншую, что мы только что огнём кинули! Мы всё-таки... Мы всё-таки... Как его? Ледяные чуваки! Это случай не богохульства, а по отношению к нашему богу, Которому мы там молимся! Опа! Ага! Блок! Вы все любите от дерева отскакивать? Ты прям как Соня! Тебе стоит придумать новые приемы! Оу! Неплохо! Ты тоже обладаешь телекинезом, как и папаня, да? Ай-яй-яй! Промахнулся Икс Реем! Какая неудача у меня получилась! Ха-ха-ха! Тихо! На! Всё, это будет финальная! Финальная комба, смотрите! И просто получил... Получил порыва пару раз! Окей, ну классно он дерётся, да? Красиво махается парень! Вот, это хорошая комбуха получилась! Опа! Вот так! Опа! Опа! И вот так ещё! Ой, Сергей просто... Вот это комбуху отмочил! Вот это комбуху! Назову её бывшая! Потому что комбуха была сделана рядом с деревом! Это очень символично, понимаете? Как и шутки про бывших! Никогда они не устаревают! Повторяешь одну и ту же шутку постоянно, и всё равно смешно! Понимаете? Где-то в глубине души маленький я всё равно улыбается! Всё равно улыбается от этого! На! Всё! Готово! Изи! Ты не твой отец! Пока нет! Смотрите, Саб-Зиро всё равно уважает их родителей, да? В любом случае! Ты известила о своём прибытии в Жаклин Брикс! Специалист Брикс! Да! Армейский этикет многое значит твоей семье! О! А я это... Это понимаю, как дочка Джакса! Я вся в отца! Я забыл, увы, с ним друзья! В нашей общей биографии есть одна тёмная глава! О! Ха-ха-ха-ха! О! Да, детка! Слушайте, ну они прямо добавили побольше женских персонажей! Ааа... Видите? У кого дочку, у кого-то... У кого-то сын! Ох! Ох! Это была... Это была тоже хорошая комбуха, и мы с этим просто их не отпускаем! А у неё она даже ничего сделать не может! Просто... Просто изи! Что это было? Что за понты? Успокойся, женщина! Почти Флаус Викторий был! Чуть-чуть нас, по-моему, заделит совсем, да? И у неё руки, кстати, говорят, они такие, ну, с чем-то тоже усилены, видите? Но не такие махинистые, как у папаши, но при этом они не менее... О! Решила всё-таки забрейкить! Но они не менее сильные у неё удары! Прям такие тяжёлые! О! Хо-хо-хо! А по тебе и не скажешь, что ты столько весишь! Ха-ха-ха! Любитель пончиков, я смотрю! Просто жесть! О-о-о, да! Это было красиво, да? Согласитесь! И последний! В колено! Символично для стражников Скайрима! Люблю заканчивать ударом в колено! Не будь к тебе слишком строго, специалист Брикс! После драки кулаками не машут, Брикс! Ого! Вообще, Изи поломала мечи! Давай, сейчас будет лучник, индеец! Это наш следующий противник! Представляете, ну, Саб-Зиро какой крутой от мастер! Ну, несколько драк подряд, да? Это просто жесть! Обманный приём! Браво! Кунзин! С товарищами веселись, а не груби начальству! Я это запомню! На случай, если что-то там... Если ты там будешь моим начальником! Я не знаю! В общем, забавно! Ну, а Кун, Кун Лао, да? Я так понимаю, это... А, Лю Кенг, то есть, да? А это, я так понимаю, у нас родственник или лучший друг, получается, Лю Кенга, да? Лю Кена, понятно! Целый семейный подряд организовали! Ну, хорошо, так и надо воспитывать поколение, друзья! Передавать свои навыки, какие-то принципы, чтобы род продолжал правое дело! Это очень правильно, мне кажется! Но, понимаете, это не мешает вам погибнуть от экстресса Саб-Зиро, какие бы вы правильные не были! То есть, это закон подлости! Ничего с этим не поделать! Добро не всегда побеждает! Хотя, стоит заметить, мастер Саб-Зиро у нас просто играется с малышнёй! Это видно по нему, видно, как он реагирует! При большом желании убить их, он бы это уже сделал, учитывая, как мы изи расправляемся с ребятнёй! Он просто проверяет, достойны ли они его внимания, как настоящий крёстный отец! Они должны доказать, что он вообще может тратить время на этих сопляков! Что они не беспонтовая молодёжь, которая бегает по клубам, принимает спайсы или их курят! По-моему, их курят! Я совсем не разбираюсь на вободных наркотиках! Ведь я до сих пор сижу на старом добром кокаине! Поэтому, не знаю, что у вас там! И вот как-то так он проверяет их, не наркоманы ли! И правильно делает! Ведь настоящие спортсмены не могут быть наркоманами! А суть, потому как они дерутся, мы делаем вывод, что они те ещё наркожи! Напускная храбрость тебе не к лицу! Да, согласен, кстати говоря! Слишком понтовый он! Есть идеи? Саб-Зиро, давай поговорим! Хорошая идея! Эта возможность уже упущена! У тебя новый план Кейдж? Надо было работать по-старому, Цинь! Если ты нас убьёшь, тебе не сдобровать! Офигенный диалог, просто мастер дипломатии! Мне кажется, ему всё равно! Да, наверное! Чё, Данчинь! Да он и собирался вас убивать! Не думайте, что... И это сработало? Нет! А-ха! Это было просто... Просто тренировка! Чёрт, как же я не догадалась! Я даже догадался! Консандр Кейдж, ты и твои друзья, они безнадёжны, но вы должны действовать сообща! Иначе вас постигнет неудача! Вот так вот! Значит, в остальном вам здесь понравилось! Лин Куи порвал нас на тряпке, разве что тебя! Ну, по твоему заду ледяные ботинки тоже неплохо отпечатались! Ладно вам, для меня вы все победители! Как назначить папа с детьми! Новый приказ! От генерала Блэйд! Соня Блэйд! Высший приоритет! Жители внешнего мира здесь, в земном царстве! Вторжение? Не может быть! Вы же не боитесь, мистер Кейдж? С внешними я смогу разобраться! То есть Соня Блэйд стала генералом? Нифига себе! Пижамной армии, наверное! И когда они нарисовались? Портал открылся у причала несколько часов назад! Всего около пяти тысяч! Беженцы! Гражданская война внешнего мира! Значит, дело плохо, если они рискнули прийти сюда! После вас! Не отчаивайтесь из-за стычки! Слинкуй, сынок! Легко сказать! Общаются, видите, посредством мысли! У-у-у! Это они могут гадости говорить прямо, прямо, прямо вот при всех, про всех! Спасибо, Кенши! Я прошу вас и мистера Кейджа подойти, или сюда? Сержант Кейдж, оставайтесь на месте вместе с отрядом! Это Ли Мэй! Она надеется обрести в земном царстве убежище для своего народа! Наша деревня Суньдо оказалась самой гущей жестокой битвы! Нам едва удалось вы спастись! Война есть война! Ну, не хочу вас обидеть, но вы во внешнем мире только ради этого и живете, разве нет? Теперь все иначе, у вожака повстанцев Мелина есть удивительное оружие! Разум уничтожает целые батальоны! В этом не было чести! Это не битва! Расскажи еще про это оружие! Талисман золотой в центре камень! Мелина просто разит этим алым лучом не целить! Вот и отлично! Не сейчас, Сержант Кейдж! Достаточно того, что амулет у нее! Она берет верх! Император готов впасть в отчаяние, а те, кто оказался между ними, расплачиваются! Если это талисман, о котором я думаю, мы все поплатимся! Мы говорим об амулете Шинока? Исключено! База, сейф, твоя охрана! Спецназ Шалин, к нему никто не пробьется! Мне нужно удостовериться! А это именно он! Я думал, что это просто такой же похожий амулет! Ну и ну! А здесь уютно! Какая она старая злюка, господи! Какая она отстойная стала, Соня, фу! Ты запомнил мне одного человека из земного царства, он пришел с нами, тоже относился ко всему с юмором! Такой красивый, да? Он был из земного царства, и один его глаз светился красным! О ком она говорит? Кенши, дальше ты пойдешь с Лимей! Я буду в лагерь беженцев, возьму его, пока он не сбежал! Я с тобой! Возьми данные по защите лагеря у полковника! Зачем? Затем, что тебя здесь не будет! Мы с вами? Нет, я получил Каталькана подтверждение, что Лимей сказала правду! Ты с отрядом отправляешься во внешний мир! Какая Соня стала беспонтовой? Я прямо разочарован! Отстойная абсолютно! Окей, друзья, а вот на этой главе мы остановимся! Следующая глава у нас за Кун Циня! Будет прикольно за него поиграть, посмотреть, что он умеет, как он дерется! Но вот меня разочаровала Соня! Какая-то, во-первых, она стрёмная стала! И дело даже не в возрасте! Дело в том, что она просто самая стремная! И характер у нее стал какой-то стрёмный! Ну, как-то, не знаю, не нравятся мне такие женщины! Короче, я разочарован! Соня, отстой! Вот мое мнение! Друзья, надеюсь, вам понравилось! Ставьте лайки, если хотите увидеть продолжение! С вами был Сергей Хален! Не забывайте подписываться на канал, добавляться в друзьяшки ВКонтакте! Есть группа ВКонтакте и группа в Стиме! А также у нас есть канал на Твич, там проходят прямые трансляции! И второй канал на Ютуб, где выкладываются их записи! Ну, а с вами был Сергей Хален! Все, он сам наилучшего, прекрасного и зашибенного! Всем пока! Мужик, на кого-то надеешься? Да сэп не того бы не брал! Не ту! Лиззи, Лиззи пофиг! Лиззи там отдыхает! Смотрите, старая баба! Добро пожаловать в мой дом, Сюзан! Знаешь, вот я ждала тебя, дорогая! Я знала, что однажды ты появишься! Кто ты? Ты кто?